они меньше как будто бы предупреждают больше штрафуют чаще я честно говоря думал что они ну подъедут как-то остановятся что в общем в америке полиция не зарабатывает тем что штрафует граждан всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня я хочу записать маленький вложек про то как ведет себя полиция то есть про то что можно увидеть отношения полицейских нарушителям поведения на дороге ну в общем скажем так взгляд со стороны это будет маленькое сравнение с милицией беларуси скажем так беларуси милиция подразделяется ну во всяком случае для меня было разделение милиция эта милиция которая ходит по улицам и ездит там на каких-то машинках милицейских и была милиция которая гай госавтоинспекция которая штрафует пешеходов водителей а вот милиция уже занимается различными другими штрафами там нарушение общественного порядка и бла-бла-бла то есть было как бы две категории да и в общем почему я говорю которая штрафует потому что в общем-то за другим гаишников по крайней мере я не замечал никогда чтобы они там где-то кому-то как-то помогли машину подтолкнули ли еще что-то вот так что я хочу рассказать про американскую полицию я не буду долго рассказывать я только буквально захвачу пару фактов вот которые скажем мне доводилось видеть которые самые яркие вот для меня интересные но если у вас будут вопросы задавайте и мы их обсудим в другом влоге в котором более детально может рассмотрим какие-то вопросы и прочее значит во первых я скажем так не разбираюсь точно в структуре полиции в америке но судя по тому что я вижу по машинам которые ездят значит надписи бывают трех типов по крайней мере я видел это написано просто полиция это написано шериф и это написано хайвей патруль вот со слов моего знакомого хайвей патруль отличается такой более жесткой позицией они меньше как будто бы предупреждают больше штрафуют чаще вот но сразу хочу забежать вперед и сказать что на мой взгляд работа полиции именно как в понятии человека постсоветского пространства как гаи здесь отсутствует и или я не вижу этого просто или она в принципе по другому построена ну в общем по порядку значит гаи занимается в беларуси в основном чем тем что сидит в кустах и продает полосатые палочки то есть замеряет скорость наказывает за скорость наказывает за аптечку за техсостояние за резину и за бла 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 с радаром в америке полицейских за пять лет я видел наверное вот на данный момент не более пяти раз буквально до недавнего времени это было 3-4 раза и буквально на днях я видел мотоциклиста который замерял скорость и сидел он не в засаде а просто стоял на мотоцикле на обочине дороги вот поэтому скорость очень редко меряют с радарами нету такого повального как белоруссии и все очень мягко и лояльно потому что но как бы с одной стороны все с большего соблюдают скоростной режим во вторых есть такое правило если ты не нарушаешь скоростной режим потока в котором ездишь особенно на в общем ты едешь нормально правильно вот первое второе что я хочу сказать что существует ошибочное мнение и очень многие блогеры об этом говорили но я как бы хочу развеять этот миф и сказать о том что полицейскую машину можно обгонять и тебе за это ничего не будет в отличие от того что если ты в беларуси едешь и вдруг тебе надо проехать быстрее чем милиция то ты сразу будешь заподозрен остановлен и со всеми вытекающими последствиями наверняка это закончится штрафом это мы все проходили во всяком случае я но здесь в америке даже в правилах записано что полицейский автомобиль является таким же членом дорожного движения и частью дорожного движения какие остальные участники и в общем их можно обгонять можно не пропускать вперед если они не с проблесковыми маячками то есть если вы вдруг столкнулись на нерегулируемом перекрестке четырьмя знаками стоп то в беларуси было бы конечно неплохо пропустить гаишника вперед но здесь его можно так сказать по правилам либо пропустить либо не пропустите никто тебя за это наказывать не будет вот и сам я неоднократно обгонял полицейскую машину и будучи едучи на траке и на легковой машине исключенным значком убера никаких проблем я никогда не испытывал то есть никаких проблем с этим никогда не было вот и теперь хочу рассказать случай вот буквально который произошел вчера когда я работал время уже было достаточно позднее вы сможете его проследить на регистраторе это было по моему где-то половина второго ночи в общем стою на перекрестке рядом с левой стороны подъезжает полицейская машина достаточно безлюдно стою на красный свет и вот как вы видите впереди одна женщина такая она явно а социальная личность вот такая что-то мнется мнется и потом когда мне загорается зеленый полицейской машине стоящей слева она невозмутимо начинает переходить дорогу скажем так перед нами на свой красный свет я конечно не еду я притормозил и так чуть-чуть тащусь и сам косяка бросаю на полицейскую машину полицейская машина тоже трогается чуть тихонечко едет и что они делают они включают у них такие есть фары которые установлены рядом с зеркалами боковыми они включают фару эту ловит ее лучом света вот вы видите и так чуть-чуть сопровождают потом когда уже это фара правая поворачиваться не может они переключают левую из провожают ее этой значит светом этим левой фары уже полностью до бордюра я честно говоря думал что они ну подъедут как-то остановятся разберутся но это вот все скажем так вот поэтому по белорусскому менталитету то есть если полиция видит и милиция в беларуси нарушителя она полюбасу его останавливает останавливает разбирается начинает потрошить и в результате человек без штрафа не уйдет почему они эту женщину не остановили почему они с ней не поговорили я не знаю они очень заняты или они не считают это нарушением или они ее подержали в своего вот этого света своей этой фары для того чтобы другие участники движения больше ее видели и не сбили не дай бог не знаю это все остается догадкой конечно можно было бы подъехать спросить остановить их было бы достаточно довольно таки говорит саша наш довольно таки интересно но факт остается фактом как вы видите они ее проводили я ехал впереди сильно не разгонялся мне было интересно ну чем это закончится вот ну и потом меня не было заказа я потихонечку не спеша ехал в направлении дома уже наверное и думал возьму не возьму заказ вот эта машина полицейская меня обогнала вы видели на ней написано highway patrol и все они поехали по своим делам как бы никаких проблем вот похожую ситуацию я тоже наблюдал в лос-анджелесе в районе аэропорта мужчина видимо такой слегка под шофе шел по краю дороги нельзя сказать что он шел по тротуару потому что тротуара в принципе в америке мало а там был съезд с фривея и в общем то там тротуара в принципе нету и вот этот мужчинка такой шел там как раз стакада мост стена и вот он такой идет бредет немножко пошатывается это же полицейский джип но я не помню на нем на и наверно написано шериф было вот он тоже его лучом этой фары так сопровождает медленно едет и просто вот держит его в луче своей фары этого фонарика и все не останавливали его не разбирались то есть его проводили там до перехода может или докуда но я уже обогнал и поехал дальше но сам по себе факт что в принципе его можно было как говорится остановить на месте и разобраться вот ну и еще как опять же со слов моего друга он рассказывал он связан с работой в полиции ему это скажем так известно не понаслышке что в общем в америке полиция не зарабатывает тем что штрафует граждан то есть это не статья доходов для полиции у них немножко другая работа другие цели они работают на предупреждение они работают для осуществления порядка там движения и прочего но как таковыми штрафами не занимаются и как он объяснял мне схема такая если вас полицейский оштрафовал и выписал протокол если вы этот штраф не оплатили а идете на суд значит этот полицейский тоже должен пойти на суд и в общем для полицейского это не очень интересное занятие ходить вот на эти суды и прочее это отнимает время личное рабочие и прочее поэтому наверно полицейские в америке штрафуют только если ты очень сильно нарушил какие-то правила или какие-то законы а если ты где-то слегка ну скажем так оступился или не создал какую-то аварийную ситуацию но нарушил то тебя скорее всего будут предупреждать проверять твои документы и предупреждать пару раз я сам попадал в такие ситуации немножко раньше я рассказывал если кому-то будет интересно задавайте вопросы я расскажу об этом в отдельном видео а это вот такой вот маленький ролик наблюдения видеонаблюдения с помощью регистратора о том как работает полиция все говорят что полиция страшная некоторые боятся с ними встречаться в принципе да это вооруженные люди они всегда очень большом внимании потому что в америке разрешено ношение оружия и полицейский не может знать кто перед ним находится может это преступник уголовник может он выхватит оружие начнет стрелять поэтому как бы всегда разговаривая с полицией меня и друг в первый же день мой как я приехал сказал что если ты вдруг тебя останавливает полиция открываешь окна руки ложишь на руль перед собой показывает что у тебя ничего в руках нету документы желательно положить к этому времени на панель вот и веди себя спокойно уверенно не груби ничего все спокойно рассказывай отвечай на вопросы ничего лишнего не спрашивай ничего лишнего не говорить вот несколько раз меня полиция останавливала я так делал и в общем то все проходило спокойно и хорошо ну вот вы были на канале наша жизнь на америке new life is my life я думаю что вам было интересно этой информации я думаю интересно вам было увидеть то что происходило на дороге оставляйте ваши комментарии пишите вопросы я буду рад ответить и увидимся в новом видео до встречи бай-бай пока